друзья всем привет с вами никита дилы и перед началом нового сезона по зеленой долине я решил обновить технику обновить мод пак техники которые у нас используются на этой самой зеленой долине и собрал я в общем-то пак отечественной техники и сейчас я его вам покажу сразу скажу что все моды которые я вам покажу находятся в общем доступе все я скачал сам на просторах интернета если же вы являетесь автором какого-либо моды из вышеупомянутых и он является приватных напишите мне пожалуйста об этом я его отсюда без проблем уберу ну и в общем то погнали смотреть что я там насобирал да сразу скажу я их не тестировал пока что будем все это делать по мере продвижения игры пользоваться я буду далеко не всем потом объясню почему начнем мы пожалуй самого маленького трактора который входит в эту сборку это мтз 892.2 90 лошадок у него стоит 8000 да кстати сразу говорю цены на эти моды отличаются очень сильно то есть они довольно нелогично вы выставлены я не хочу даже думать о том правильные они или нет я подбирал эти моды исключительно потому как вот они выглядят и будут ли они вписываться просто в наше прохождение или нет на все параметры на реализм на самом деле мне плевать так вот короче первое мтз 892 вот такой вот малыш 90 лошадок с простыми задачами должен будет справляться и еще один маленький трактор мтз 82 я не знаю почему автор модно написал мтс вполне вероятно его просто конвертировал какой-нибудь школьник или еще что-то но не суть важно 105 лошадок стоит он еще дешевле чем тот трактор но в общем то пускай будет да он в магазине кажется каким-то совсем малышом но по размеру он в принципе такой же как и 892 и остальные то есть с размерами на самом деле все нормально далее друзья у нас идет мтз к 1221 как по мне моделька очень даже достойная сделано вполне себе неплохо изменяется тут какой-то дизайн с крыльями без крыльев все понятно и на него можно прифигарить фронтальный погрузчик что в принципе тоже неплохо у этого трактора уже 130 лошадок он чуть-чуть помощнее чем предыдущие это уже пошли средние трактора кстати чуть помощнее чем он будет 1523 мтз к но и она немножко посвежее выглядит немножко поновее вроде как 2011 года моделька сюда тоже можно присобачить фронтальный погрузчик также здесь уже можно поставить широкие шины или двойные колеса правда я небольшой любитель двойных колес но я люблю когда вот и есть возможно что-то сделать этого не дело чем если бы не было такой возможности в принципе далее идет еще более мощный мтз 2522 моделька на самом деле не такая хорошая как у предыдущих но нужен был трактора какой-нибудь данной весовой категории здесь можно перекрашивать обод то бишь диски можно всунуть немножко помощнее движку причем два варианта и оба на 304 силы не знаю может они звуком отличаются а также доступен выбор колес можно поставить двойные колеса назад или же вперед и назад ну в общем-то пускай будет ну и друзья самый мощный мтз который есть в этой сборке 3522 он уже идет в разделе большие трактора как по мне вполне симпатично выглядит вполне нормально сделан по дизайну можно три цвета ему выбрать различных можно всунуть движку помощнее чуть-чуть ну и конечно же выбор колес куда же без этого я честно говоря у нас беларуси не видел трактора с двойными колесами вот в живую ни разу не сталкивался еще конечно очень угарно то что желтый через он описано я не знаю у меня таких надписей глаза вытекают но ничего не поделать имеем то что имеем надо будет переделать это делать для себя и это в общем-то все трактора которыми я буду пользоваться почему мтзшки ну я как бы беларус сам по себе и живу в минске поэтому мтз скажем так у меня ближе к ним душа лежит что ли но я друзья прекрасно понимаю то что вы не простили бы мне если бы я не включил в сборку легендарные хтзшки во-первых т-150 мне не нравится в них то что в них поворотная рама ями я не могу на таких ездить сам поэтому я ими не пользуюсь но в сборку я их разумеется включил поэтому присутствует здесь разумеется т-150 чуть более мощной 17 221 хтзшка можно даже и движку помощнее пихнуть нет движки все одинаковые мощности наверное по звукам они отличаются десятого года пятнадцатого тут кстати да много всяких модификаций на нем есть бренд колеса выбор колес выбор воздушного фильтра мать его зачем это делать я не знаю ну может быть кому-то понравится конечно опять-таки лучше будет возможность выбора чем ее не будет жон огнетушитель можно поставить можно эту самую проблесковый маячок поставить причем разные насколько я понимаю не только один вариант ну и ладно ну навеска трехточечная или обычный фаркоп и хотел я еще в сборку включить хтз244 но по-моему с ним что-то не так в общем то друзья а он в сборке есть если у кого-то он нормально работает или на свой страх и риск короче боже мой я я такого еще не видел с другой стороны если его купить или арендовать то он вполне себе нормально работает и ездит и все с ним хорошо так что кому надо вы можете ставить конечно же друзья я еще и не забыл про кировца потому что сразу вы посыпались комментарии забыл добавить к 700 не забыл друзья не забыл собственно я думаю ничего не надо говорить про этот трактор он своего рода легендарный 220 лошадок у него на борту думаю со своими задачами он вполне себе справляется номера только немецкие на нем почему-то ну и ладно можно его красить в какой угодно цвет например в оранжевый ну в общем то кто кто в теме тут поймет ну и конечно же друзья к 744 чуть-чуть посвежее модель помощнее раз в ацать ну ладно всего лишь в два раза она мощнее тоже различные плюшки ящики брызговики и всякое такое прочее здесь выставляется двойные колеса и так далее по тракторам в общем то у нас все далее друзья пойдем по прицепным устройствам которыми можно играться с почвой начнем с культиваторов 38 метров у до 3820 я не знаю что это такое вообще на самом деле но вот такой старенький культиватор на 38 метров требует всего 40 лошадок любой трактор его потянет сборку я включил далее в сборке присутствует пак кпм of 4 культиватора от 4 до 6 метров они уже требуют трактора помощнее настраиваются можно всякие стикеры ставить по поводу на габаритов насколько я понимаю можно их красить в общем то неплохие культиваторы а также я включил сюда культиватор кбм 8ps тут тоже какие-то штуки можно ставить какие-то лапки насколько я понимаю эти лапки вообще должны пахать почву по задумке я бы отнес его в чизель культиватора чтобы он заменял вспашку а еще на колесиках можно менять диски черные и белые ну и конечно же его можно да его не сильно покрасишь если честно ну и ладно далее идет у нас сейлка для зерновых агромастер 6000 с бункером на 5000 литров то есть тут и удобрение и семена ширина 6 метров не очень мощный трактор нужно 175 лошадок в общем-то неплохой советский вариант и выглядит вполне себе современно для посева кукурузы подсолнечника в общем-то и и прочего дерьма в этом духе используется вот такая вот сажалка у нас в паке ups 8 у нее тоже 6 метров ширина но довольно маленький бункер всего лишь триста сорок литров на семена и вроде как она тоже с удобрял к идет да то она капец какая дешевая всего лишь 3000 евро далее друзья у нас идет поливал к приблуда для внесения жидких удобрений или гербицидов 17 метров разброс я думаю она вообще в паке у каждого есть но я в общем то ее тоже решил включить а также есть вот такая вот штука mgt16 для внесения удобрений но она вроде как для дегистата и для навоза жидкого можно нанести сюда лого рассвет какая-то fssa видимо какая-то бригада известная на просторах не знаю интернета ютуба номерочек какой-нибудь повесить можно в общем то вот такую приблуду я тоже решил включить и она мне показалось довольно таки нужной а также друзья есть две таких вот штуки для внесения удобрений и извести первое это mtt4u 12 метров разброс 4000 литров бункер ездит быстро 20 километров в сейчас стоит дешево и вторая друзья это мву у 8 разброс у нее побольше 20 метров ездит она чуть помедленнее 15 метров не знаю кому в общем то что больше понравится тот пусть то и пользуется ну и большой бункер разумеется здесь на целых один с кубов а вот это mgt кстати появилась в цистернах для навоза она есть и в цистернах для навоза и в поливалках обычных видимо работает и так и так не знаю как это работает у даже бункер 17 200 стало там по даун шланг появился и тут 2 оказывается я уж друзья простите могу иногда что-то пропустить случайно и она тоже куда-то пытается уехать почему ты так поступаешь зачем ты это делаешь также друзья я в эту сборку включил вот такую вот синокосилку она не советского происхождения насколько я понимаю она польская агромет рк 165 но в общем то она вполне подойдет под нашу карьеру поэтому я ее в общем-то решил в эту сборку включить но она не советская далее друзья мы переходим к прицепам для перевозки всякого дерьма и 1 у нас на очереди pts 11 его можно менять поставить его чуть побольше а также силосным сделать можно поменять ему дизайн pts 11 pts 12 меняется только надписи и не хреново подрастает ценник хотя блин по моему она это переделанный мод было да раньше то все дороже стоило ну и красить разумеется правда тут не нет не шибко большой выбор цветов но в любом случае можете сделать такой как вам нравится также для маленьких тракторов я сюда включил прицепчик pts 4 куда же без него у него тоже различные конфигурации тут есть и даже перегрузчик из него можно сделать короче кучу модификации но с поворотной передней ось поэтому очень сильно я сомневаюсь в том что я буду им пользоваться но если кому-то он понравится то вот почему бы и нет кому того прицепа будет мало есть и вот такой вот ммз 768b тоже много чего настраивается можно его сделать чуть побольше 17000 20000 можно нарастить даже 28 но это насколько я понимаю силосно уже будет два отделения не знаю как оно будет работать в принципе можно будет его заценить вполне симпатичный тоже куча всяких настроек силосные наростки сетка и доски тоже кстати прикольно и можно установить номерной знак или снять его я люблю когда вот так вот до мелочей можно все устанавливать также для силоса есть агромашевский пим 40 тот гигантский бункер у него точнее не бункера объем 42 куба можно поставить конечно немножко поменьше но в общем то я его брал именно из-за того что он вот такой вот прям большой 42 куба это много да кстати pts 4 которые я показывал него два варианта есть еще в грузовых прицепах вот такой вот вариант для перевозки всякой травы ну короче тоже силосный вариант различные у него тут варианты кузова есть он находится в грузовых прицепах группе насколько понимаю загрузка в такой будет только из фуражира который подборщик его по моему у нас в комплекте здесь нету я не помню если честно он мне как-то надоело я даже его не стал ставить для подборов у меня есть pts 12 старый прицеп который который я очень сильно любил в 17 ферме у него гигантский просто объем 92 куба и он с функцией подбора да это читерский мод получается потому что здесь явно не 92 куба во первых а вторых подборщика в нем как бы и нету но он подбирает причем с охватом 10 метров муж кому понадобится а то меня часто о нем спрашивали также друзья я еще включил полуприцеп для перевозки чего-либо на тягачах куда же без такого прицепа им стал прицеп тонар у него объем 40 кубов вполне себе симпатично выглядит и что самое прикольное в нем к нему есть еще и вот такой вот модуль то бишь можно их собирать в гигантский автопоезд и можно 500 штук их сделать и вести друг за другом если у вас конечно техники мощей хватит но как я уже говорил возможности есть и это хорошо далее друзья мы переходим к уборочным машинам то бишь комбайном и разумеется первым кандидатом у нас выступает с к нива от ростильмаша тоже есть всякие дизайны на нем в общем-то все замечательно бункер у него на 3000 литров насколько я понимаю это хреновина для отделения соломы может быть даже копнитель вряд ли он работает в комплекте идет к нему жа . на 4 и 1 метра для зерновых скажем прямо не очень большая а жатки для уборки кукурузы подсолнечника увы в комплекте не идет также из небольших комбайнов я сюда пихнул ротора который сделан в таганроге собственно он меня использовался на карьере и скорее всего на нашем маленьком поле именно он у нас и будет использоваться далее вполне себе хороший комбайн бункер у него уже чуть-чуть побольше на целых 6 кубов не знаю целых 6 кубов так себе звучит да наверно в комплекте ему идет аж 3 жатки для зерна которые 6 метров 7 метров и 8 метров точнее большая даже 8 и 6 большая жатка ну то есть но не маленькая для перевозки жата кстати есть еще специально прицеп для жаток так что можете кататься именно с ним чтобы было все по фэн-шую потому что тащить 8 метровую такое себе удовольствие я вам скажу ну и конечно же жатка для кукурузы шириной 5 и 7 метров тоже в принципе неплохой варианте скажем так по ширине если что он есть также в сборку я включил комбайн побольше а конкретно вот такой вот полессия гс-12 вроде как он типа импортный на самом деле просто чуть ли не надписи в нем белорусские но а почему бы и нет 9 кубов у него уже бункер комплекте идет 7 метровая жатка скажем тогда у ротора было чуть побольше 8 и 6 метров было но в принципе никто ними не мешает вам поставить любую жатку да я просто люблю по фэн-шую чтобы было а также вот такая вот 5-ти метровая жаточка для кукурузы имеется в комплекте что в принципе тоже неплохо еще в сборку я засунул ростельмаш торум 770 это уже скажем так топовый современный комбайн он может быть не сильно вписывается в концепцию не знаю какого-то колхоза старого но если кому-то нужен топовый комбайн тут уже бункер на 12 и 3 куба жатки в комплекте никакой к нему нету но в общем-то ростельмашевские можете какие угодно сюда ставить 9 метровая вроде есть дефолтная в игре этот комбайн был дефолтным в 17 ферме его почему-то выпилили и собственно этот мод это вроде как именно от гигантов то есть авторы игры его сюда и пихнули для уборки силоса у нас есть силосный комбайн вот такой вот don 680 в принципе тоже хорошо вам знакомы наверное первое что приходит на ум совкового силосника это именно вот эта вот вещь можно тут немножко надписи менять если кому-то это интересно я этим не обычно не очень сильно упарываюсь в комплекте к нему идет четырехметровая жатка для кукурузы для уборки или хмеля на модовых картах вам можно и убирать спокойно также вот такая вот жатка для покоса травы и на выходе у вас трава кстати получается а также вот такой вот пресс подборщик для травы и соломой вроде как он работает с соломой вроде как он переделывает солому в силы что не является совсем уж реалистичным но и точнее не в силу с а всечку что как я уже сказал не является совсем уж реалистичным но в общем то такая механика в игре присутствует вроде как дефолтными это тоже сидела работает комбайнами но в общем то он есть и и все для леса я опихнул сюда вот такую вот штуку lp19 b3 принципе она у нас на прохождение уже засветилась один раз вполне себе хороший аппаратик можно поставить сюда движку помощнее не знаю если в этом смысл может быть и есть я очень-то проверял работает неплохо что мне в нем понравилось то что выбор длины распила дерево калибруется с погрешностью в полметра не в метр как на дефолтной технике в общем-то прикольненько также друзья не обошлись мы и без погрузчиков меня их аж целых три не знаю зачем но в общем-то я их сюда включил 3 1 это htz t-150 это не тот которым я пользовался насколько я вижу немножко другой тут именно он переделан под погрузчика не так как он разворачивался у нас раньше ну и и ладно также вот такой вот амкадор у нас есть родладер то 18 к ним можно пихать ковши какие хотите виллы и так далее там что-то с ними в комплектах с некоторыми есть в общем-то разберетесь а также есть вот такой вот современный амкадор и вроде как где-то я читал что это типа вообще на самом деле не holland но с надписями амкадор не знаю вот он такой более-менее современный вроде как и отечественный я в общем-то амкадор сами понимаете не мог обойти стороной ну и последняя категория которую мы сегодня рассмотрим это всякие грузовички и машинки и начнем мы конечно же с маза потому что я как меньшанин не мог пройти мимо маза стороной я тут не включал миллион различных мазов просто пару штук которые мне по картинкам больше всего приглянулись и первый который у нас тут появляется это mass 5337 много у него тут всяких настроечек 8000 литров у него бункер всякое разное он может возить без проблем краситься в общем-то ну неплохой такой мазик из старых а также его же версия но тягач или это модульная я простите не очень сильно разбираюсь я просто седло у него как-то не не вижу может быть модульная далее у нас идет урал 4320 вполне себе такая симпатичная моделька и какая-то военная что ли цвета хаки на 20 кубов у него кузов в общем-то ему применение я думаю мы найдем песочек возить сама то будет а также есть урал по современнее 6370 выглядит он тоже неплохо гигантская такая хреновина не обошел я стороной также камаз от максона он вроде как довольно таки неплохие моды делают всем они нравятся в общем-то я тоже решил себе поставить попробовать в описании было написано что он прям охренительно работает с курсплеем так что проверим 15 кубов у него кузов можно также нашивочки поставить и силосные нашивочки ну правда с ними капец какой высокий становится я не знаю мне кажется с такими нашивками он просто под наш комбайн не залезет в общем то посмотрим я думаю вот с этой штукой мы поиграемся также от этого же автора имеется у нас вот такой вот зил выглядит он очень хорошо мне прям нравится конфигурации тоже можно поставить всякие нашивочки и силосные нашивочки а также в этом же паке находится зил 45 065 с абсолютно такой же конфигурации нашивок и и силосных нашивок не мог я пройти и мимо этого зилка у него фишечка в том что он имеет винтовой конвейер в общем-то служит нам для пополнения семян и удобрений 8000 литров у него бункер отодвигается вот эта хреновина можно пополнять силки удобрялки судя по переднему номеру вот этому е-255 с у я понимаю с какой модели он переделан и там были неплохие зилы хотя сейчас я их не ставил там точно проверено с крусплейм они нихрена не работают далее друзья у нас идет зилпак который идет в отдельной категории все мы его прекрасно уже видели потому что я им пользовался тут соответственно есть два тягача модульный 130 насколько я понимаю и кузовной а также различные прицепчики для всего-всего чего можете придумать и прицеп с автопогрузкой и лесоподборщик с автопогрузкой и для скота и для жижи и модульный опрыскиватель и модульная топливная бочка которая позволяет технику заправлять правда из этой бочки нельзя заправлять производства то есть выгрузить топливо из нее нельзя у меня по крайней мере не получилось и распределитель удобрений которые нынче у нас и известь тоже по ходу разбрасывает раньше он этого не делаться с каким-то обновлением это все дело пришло в общем-то сами они и красятся в любой цвет и ставятся различные регистрационные номера на всех разные вот вот эту фишку я люблю знаете вот покупаешь несколько чтобы они одинаковые не были это такое приятное дополнение что ли ну в общем то неплохой зилпак всем известны вроде как он всех даже и есть также мне внешне понравился вот такой вот пак газонов тут два модульных газика 52 53 прицепчик к нему а также куча модулей с различными бортами силосами продуктовые фургоны есть вот и с винтовым конвейером штука этот насколько я понимаю хлебный модуль возит эти самые поддончики можно им грузить может быть даже с автоподбором потом проверим и для топлива хреновина есть и для жидкости универсальная хреновина а также техпомощь которая вроде как технику и заправляет и и ремонтирует в поле если что сами газики тоже имеют кучу настроек и разные номера и можно красить не красить решетку несколько движков на выбор несколько колес на выбор ну и разумеется перекраска стандартные зиловские цвета течение зиловские газовские хотя они одинаковые на самом деле в ссср тогда была одна краска только я честно говоря вот вот по правде я не вижу никакой ни в каком другом цвете кроме как вот в этом вот голубеньком цвете который синий взял и которые были я вот даже не представляю белая решетка и вот такой цвет должен быть как мне кажется но из грузовиков наконец последний идет пак камазов вполне себе неплохой пять штучек здесь вот таких вот есть они увы не выделены в отдельную категорию тоже в общем-то различная куча настроек всяких и решетку можно менять как вы хотите и посовременнее и постарше и тоже они с винтовым конвейером некоторые есть разные кузова крыши в общем-то все настраивается здесь есть вот такой вот бортовой правда увы он без автоподбора насколько я посмотрел его можно поставить сюда молочную цистерну можно термобудку тоже это понимаю для поддон может она кстати с автоподбором хрен его знает тоже мы протестируем это потом все заценим тоже есть и силосник и перегрузчик что хотите в общем-то можете ставить и конечно же есть тягач куда же нам без тягача тоже красятся различные решеточки номера на них кстати украинские стоят менять их нельзя но на всех они получаются разные насколько я тоже успел посмотреть это все дело да ну и в этом паке камазов есть для тягача но и не только для тягача еще и для зерновоза тоже два прицепа есть куча прицепов всяких и бочка заправщик топливная и распределитель удобрения опрыскивателя синизатор которая и бортовая тоже она вроде как без автоподбора и лесовоз тоже наверное без автоподбора насколько я знаю но выглядит он падла симпатично хотя мне вот эта бочка больше всего вставляется на прям какая-то вот правильная для топлива которая в общем то как по мне один из лучших паков камазов которые вот я на данный момент встречал также друзья в разном у нас затесалась вот такая вот хреновина это штука для тех обслуживания модульная для маза который у нас был да все-таки скорее всего он модульный а не тягач который я там показывал правда модулей я для него как правило то и и не встретил и на 200 литров у него бункер видимо можно и топливо сюда тоже загрузить и заправлять технику в поле если это дело нам потребуется ну и друзья подумал я еще что надо включить сюда одну легковушку и разумеется это будет копейка которая у нас уже есть я в общем то не вижу большого смысла в легковушках в этой игре ну в общем то мимо копейки я пройти не мог она прям классная ну и да какой же колхоз без буханки специально для лени я в этот пак включил вот такую вот буханочку которая тоже имеет функцию техпомощи но и судя по баку которые в салоне находится можно заправлять им технику в поле тут в общем то на выбор все это дело есть так что друзья в общем то у нас пак собран я надеюсь я ничего не пропустил из того что я это собрал все дело и да кстати после записи этого ролика я обнаружил что рассказал я далеко не про все в общем то есть в паке пару бонусов ну и друзья кому впадло его в общем то собирать самому тому босятки подгонщик от меня ссылочка чтобы скачать весь этот пак одним архивом есть в описании так что впереди у нас сезон из 10 серий ориентировочно по зеленой долине если вы на канале впервые не хотите это пропустить то подписывайтесь на канал потому что как по мне карьерка вполне себе интересная можете посмотреть первый сезончик пока что пока ждете ну разумеется не забываем про лосики комментарии всем друзья огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем всего доброго пока пока